Парни, что бы вы делали, если бы вас не осуждали? Идите на детскую площадку. Вы очень быстро превратитесь из ребенка в нарушителя спокойствия и педо. Может быть, сделаем взрослую площадку, на которую не пустят никого младше 18 лет, потому что она очень опасна? Я слышал, что городской музей в Сент-Луисе очень близок к тому, что вы ищите. У них есть скалолазы, туннели, горки и куча других классных вещей. И там подают алкоголь. Я еще не был там, но он точно есть в списке. Вести себя как ребенок и делать глупые, невинные, случайные вещи просто, потому что мне этого хочется. Не обращая внимания на взгляды людей. Такие вещи, как игра на детской площадке, просто потому что вы хотите, чтобы вам напомнили, каково это, снова быть ребенком или бегать в общественных местах. И все это энергично, просто потому что вам так хочется. Конечно, все это происходит только в моей голове. Хотя я признаю, что взрослому человеку было бы странно вести себя как ребенок. Мне 39 и у меня есть несколько детских правил. На все крутые деревья нужно залезать. Во время игр с моими девочками я должен наряжаться, краситься и все такое. Все веревочные качели на озере или реке во время каякинга должны качаться, издавая при этом звуки Джорджей джунглей. Ванны с пузырьками это потрясающе. И с пузырьками нужно играть, делая смешные рожицы. Книги детям должны читать персонажи, причем у каждого из них должен быть свой голос. Раньше моя жена очень смущалась. Но за 20 лет нашей совместной жизни, я думаю, она поняла, что это хорошо. Быть беззаботным и по-детски, когда время подходит. Пропускать свадьбы без реакции родственников, подруг, двоюродных братьев, с которыми я не разговаривал 8 лет. Меня арестовали в моем собственном дворе за то, что я играл в поливальной машине голышом, будучи под нахотиками. Я был в таком состоянии, что не мог сказать им, что я там живу. Так что в качестве окончательного ответа я бы выбрал возможность играть в поливальной машине голышом. В юном возрасте я занимался фигурным катанием 2,5 года. По достижении подросткового возраста, мои родители не могли позволить себе оплачивать занятия после трудного переезда и финансовых трудностей. Я не был так уж хорош в фигурном катании, но я хорошо помню приземление на носок и ощущение радости от того, что я контролирую расстояние между мной и льдом. Захватываю приземление и катаюсь дальше ради удовольствия. Сейчас мне за 40, и я только что купил новую пару мужских фигурных коньков, подогнанных под мои ноги. У меня есть вся грация и атлетическое телосложение отца-сыщика. На прошлой неделе я впервые за 25 лет сделал сальто на носке, и это было потрясающее ощущение. Я хотел бы иметь возможность бегать, когда захочу, как это делают дети. Взрослый мужчина, бегущий через парковку, вызывает подозрения. Тебе скучно и не знаешь, что посмотреть? Заходи на Бусти. Там ты найдешь больше 40 видосов на темы, которые никогда не увидишь на Ютубе. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и убедись в этом сам. Я не знаю, мне 30, а я все еще катаюсь на тележке, как на самокате, когда возвращаюсь к машине. Я держу себя в руках. У меня есть счета и все такое. У меня есть карьера, у меня есть жена. Я тоже заслуживаю немного капризов. Избавьтесь от волос на теле навсегда. Они мешают всем, а на бритье тратится 3650 минут в год. Лазерная апелляция стоит того на 100%. Я сделал ее около 10 лет назад, и она до сих пор эффективна. Я был одержим проблемой волос на теле до такой степени, что это вызывало беспокойство, и я решил сделать это. Я не могу представить, как можно было бы не пройти эту процедуру. Когда я был ребенком и шел дождь, я просто выходил на улицу и танцевал под дождем. Если бы я сделал это сейчас, когда мне за 20, люди бы подумали, что я сумасшедший. Поэтому я больше так не делаю. Вот в чем дело? Кого это волнует? Ну, подумаешь, какой-то человек, которого вы никогда больше не увидите и с которым никогда не будете разговаривать, считает вас странным. Разве это имеет значение? Я могу почти гарантировать, что любой, кто увидит, как вы это делаете, забудет об этом через 5 минут. Наслаждайтесь жизнью. Это то, что вы можете сделать, в отличие от многих других постов. Быть дружелюбным с детьми, когда я гуляю с собакой или делаю что-то еще, где я могу столкнуться со случайными детьми, которые подходят ко мне. Я бы хотел быть голым. Я потею в одежде примерно через 10 минут. Потом мне некомфортно, пока я не приоденусь или не разденусь. Ничего кексуального добавлю я. Это просто комфорт. Натурализм недоценен и, вероятно, привел бы гораздо более здоровому образу себя. У каждого есть части тела, которое ему не нравится и вредно думать, что ты один такой. Кроме того, мы могли бы наконец перестать объяснять, что да, около 5 дюймов это средний размер. И да, большинство половых органов растут и довольно маленькие в вялом состоянии. Драка людей, которые по обоюдному согласию находятся на улице, как средство проветриться, а после выпить и вспомнить, что было хорошо, а что не очень во время драки. Держать мою 4-летнюю дочь за руку на публике. Последний раз, когда я это сделал, на меня вызвали полицию и несколько отзывчивых мам удерживали меня, пока они не появились, выясняя у моей дочери ее домашний адрес. Я беспокоился об этом, когда оставался наедине с дочерью моей подруги. Сейчас ей 11 лет, но я знаю ее с 4-х лет. В моем понимании, она моя дочь, но она может невинно говорить вещи, на которые люди могут поднять брови. О, он не мой папа. Или называть меня по имени. Я всегда стараюсь дать понять языком тела, что она выбирает идти со мной, быть рядом со мной или держать меня за руку. Я никогда не тащу ее за собой, а позволяю ей вести меня или задавать темп. Во время прогулок я всегда позволяю ей брать меня за руку и никогда не беру ее. Когда она была младше, я никогда не брал ее на руки в общественных местах, если она явно не просила меня об этом. Это отстой. Честно говоря, я думаю, что это привело к тому, что она считает, что обвела меня вокруг пальца даже больше, чем на самом деле. Кэрри сумочку. Ни сумку, ни рюкзак, ни сумку мессенджер, ни рюкзак на груди, ни рюкзак из кожи Индианы Джонса, отделанный маслом в махагоне. Я хочу гребаную сумочку, гребаную модную сумочку, чтобы украсить мой наряд. Я хочу ярко-фиолетовую, оранжевую или еще какую-нибудь хрень. Я хочу формальный клатч для моих ключей, телефона и бумажника, чтобы они не портили линию моего костюма. Я устал терять свои гребаные перчатки зимой. Я мог бы хранить там столько всякого дерьма, тик-таков, карандашей и бумаги, салфеток и тому подобного. Делиться своими политическими взглядами и вести интересный разговор о них с тем, кто не согласен, а не сразу обзываться. Я практически делаю все, что хочу, не задумываясь о том, что думают люди. Крутое дерево, я залезу на него. Идет дождь и есть большие лужи. Я раздеваюсь до трусов и бегаю по ним. Я собираю цветы для своей жены, кричу как динозавр и гоняю за своей дочерью посреди торгового центра. Делайте, что хотите, ребята, только не причиняйте людям боль и все будет в порядке. Я 62-летний отставной командир подводной лодки ВМС и выпускник военно-морской академии в добром здравии. Я топаю по лужам, когда идет дождь, не наступаю на трещины на тротуаре, перебегаю голубятни в парке, кормлю уток на пруду и крякаю на них. Играю в перетягивание каната со своим 6-летним кобелем, шицу, держа носок во рту и прыгаю на публике с двумя внуками или без них. Я попрошу незнакомца потянуть меня за палец, присяду на тротуаре с бездомными и разделю с ними еду. Я встречаю незнакомцев с улыбкой и говорю «Привет, это может быть заразительно». Я люблю детей. Думаю, однажды я стал бы хорошим отцом, но играть с ними это, как правило, большое нет. Эти пидосы здорово подпортили репутацию мужчин. Даже если бы я был отцом со своим сыном, дочерью или даже если бы у меня была младшая сестра-брат, люди обязательно смотрели бы на меня как-то странно или прямо намекали бы на что-то. Как бы вы ни относились к этому, по крайней мере в одном месте жизни мужчины всегда будут пристыжены за проявление эмоций. Мне повезло, что сейчас у меня есть с кем проветриться, но меня много раз стыдили за то, что я открывался. Объятия. Обнимать женщин обычно чертовски странно, если рядом есть люди, потому что они всегда будут осуждать. Например, я никогда не обнимал свою лучшую подругу. Ха, многое из того, что здесь написано, вы уже можете делать. Лего, танцы, ношение того, что ты хочешь и так далее. Ты уже должен заниматься подобными вещами. Это называется жить своей жизнью. К черту мнение других людей. Они делают многое, что мне не нравится, и я не возражаю. Носить лак для ногтей. Я думаю, это выглядит чертовски круто, и мне было бы так весело координировать цвет ногтей с моей одеждой, настроением или чем-то еще. Я знаю, что я могу, и это относительно нормально в наши дни. Но все еще существует клеймо. Я не хочу, чтобы люди сомневались в моей ориентации. Показывать свои эмоции. Если что-то иное, кроме как холодный мужчина, то я либо веду себя страшно, либо гей, либо жалкий. Я тоже хочу иметь возможность дурачиться. Смеяться на людях над глупыми вещами и не выглядеть чудаком. Повышать голос, когда это необходимо, не воспринимая это как угрозу. Просить совета и утешения, не считаясь слабым. А на этом все. Если видео вам понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 57 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также я напоминаю про наш бусте. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok